Ипотека в Ереване сломала планы создания Великой Армении населения Армении, как шагреневая кожа, сокращается из года в год. Это продолжается десятилетиями и сильно беспокоит власти, которые периодически строят планы по его росту. Так, прежние власти планировали к 2040 году довести население до 4 миллионов человек, а новые власти заявили уже о 5 миллионах человек, правда, к 2050 году. Но, судя по всему, они от этой идеи уже отказались, о чем поведал журналистом представитель Армянской ассоциации застройщиков Артак Андреасян, что же погудило главного застройщика великого народа подвергнуть сомнению два последовательных плана правительства, направленных на увеличение численности собственного народа в своей стране. Такие мысли, по его словам, возникают, исходя из предложенных изменений в налоговый кодекс, направленных на отмену возврата налога на доход по ипотеке. Крик души эксперта понять можно. Но в данном случае, думается, власти поступают как раз верно. Нужна ли сегодня бедному армянину квартира в новостройке? Одного беглого взгляда в армянские СМИ достаточно, чтобы убедиться, простому армянину куда больше хочется побыстрее соскочить из своей страны куда-нибудь подальше. И он с удовольствием готов поменять ипотечный кредит на авиабилет в Москву. И отмена возврата налога на доход по ипотеке его сегодня мало волнует. Вот и получается, что у эксперта свои расчеты, а у власти – свои. Как известно, покупка жилья в ипотеку связана с серьезными расходами на первый взнос, а далее на протяжении десятков лет заемщик обязан погашать банку долг вместе с процентами. Возврат процентов по ипотеке поможет справиться с ипотечным временем, компенсировав часть затрат в виде возвращенных из бюджета налоговых сумм. Право на возмещение процентной переплаты по ипотеке зафиксировано налоговым законодательством и может быть использовано на всем протяжении периода действия ипотеки, исходя из расчетов по реально уплаченному подоходному налогу. Эта своеобразная льгота, применяемая во многих странах, способствует росту ипотечного строительства и в целом развитию экономики. Но сегодня, как выясняется, власти Армении к этому не готовы. Ипотекой в любом случае пользуются не самые бедные, которых в Армении большинство. А для них статистика просто устрашающая. Достаточно отметить, что инфляция в стране измеряется двузначными цифрами. Если в июле инфляция в Армении составила 8,2% в годовом исчислении, то рост средних цен по продуктам питания достиг двузначной цифры – 13,9% против 9,0% в июне. В частности, рис подорожал на 13,4%, хлеб на 8,6%, свинина на 32,2%, мясо птицы на 24,3%, еще больше подорожали яйца – на 51,3%, картофель – 38,4%, овощи – 53,1%, масло сливочное – 15,9%. Не отстают от них и непродовольственные товары, холодильники, стиральные машины, газовые плиты и другие – подорожали на 13,2%. Подорожали практически все товары и услуги. Индекс цен в промышленности за первое полугодие также составил двузначную цифру – ровно 10% в годовом исчислении. Хотя это способствовало значительному росту объема промышленности в текущих ценах – почти на 16%, в сопоставимых ценах физический объем продукции и промышленности возрос на скромные 2,1%. Да и то в основном за счет добычи металлических руд, против чего активно выступают экологи. Так что властям в принципе и не надо стараться увеличивать численность населения. Да и не стараются они вовсе, а лишь обещают. Вот и на заседании правительства от 18 августа премьер-министр Никол Пашинян заявил, что надо приравнять средний размер минимальной пенсии к стоимости соответственно продуктовой и потребительской корзин. Установить минимальную зарплату в размере 85 тысяч драмов – около 173 долларов – устранить крайнюю бедность. Это достаточно хорошие цели, для реализации которых от нас потребуются серьезнейшие усилия, – подчеркнул он. Да только забыл указать, когда и за счет чего он желает добиться такой хорошей цели. Хотя зачем ему конкретика, от нее ведь трудно потом будет отвертеться. Что с демографией, что с экономикой.